Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Из огня да в полымя. Пока в советском и березовском районах тушат лесные пожары, в Урай град побил урожай садоводов. А пока авдусовская жара побила все рекорды последнего десятилетия. Деньги брали, а отели не бронировали. В Сургуте ведут дело турфирмы, которая обманула десятки человек. Их может быть больше, поэтому следователи разыскивают несостоявшихся туристов. Коллекции югорских музеев пополнятся на 12 тысяч экспонатов. Все это частный фонд. Сейчас идет опись картин и скульптур. Ко дню округа откроется первая выставка. Я во всем подробнее прямо сейчас. Августовская жара в Югре побила рекорды. По заверениям синоптиков, такого состояния атмосферы в регионе не наблюдалось 10 лет. Жара установилась в округе с середины лета. Даже на территории самых северных районов Югры температура воздуха достигала 35 градусов. По словам специалистов, для нашего региона с резкоконтинентальным климатом это большая редкость. Югорчанам такое лето оказалось по нраву, а вот с природой жара сыграла злую шутку. Уже месяц пожарные борются с огнем в тайге. За минувшие сутки они остановили огонь на 32 тысячах гектарах. Правда, ситуация в тайге все еще остается сложной. Горит больше 139 тысяч гектаров. Это 54 очага. Самые крупные в Березовском, Октябрьском и Советском районах. МЧС предоставил три дополнительных самолета, два Бе-200 и один Ил-76. Воздушные суда это основная техника, которая помогает пожарным тушить огонь. Ведь возгорания настолько удаленные и труднодоступные, что наземной технике к ним просто не подступиться. Напомню, сейчас в лесах работают почти 1700 специалистов, в том числе десантники из разных регионов России. Пожарным удалось локализовать 33 очага на площади 99 тысяч гектаров. Все это вручную. Лопата, топор и ранцевый лесной огнетушитель, которым заполняется 20 литров воды. Не всегда даже присутствует вода. Приходится авиации доставлять воду. Приходится воду добывать с болота. Но не всегда в болоте даже нет воды. Настолько сегодня и сушилась тайга. На типовой карте Центра управления региона Югры с 28 июня по 11 августа зарегистрировано 130 сообщений по теме лесных пожаров. В большинство из них поступили от жителей Нягани, Советского и Октябрьского районов. Граждане объективно обеспокоены смогом, запахом гари. Роспотребнадзор ежедневно проводит замеры. Показывает состояние воздуха. После изнуряющей жары в Югру пришли долгожданные дожди. Они должны существенно помочь пожарным в тушении горящей тайги. Синоптики обещают, что всю следующую неделю в Югре будет умеренно тепло и дождливо. Добавлю, местами первые дожди августа превратились в аномальные ливни. Так в Урае осадки стали настоящим стихийным бедствием. В пресс-службе администрации города рассказали о том, как во время ливня поток воды смыл автомобиль с женщиной и двумя детьми. Спасатели пришли им на помощь, а вот урожаю уже не поможешь. Вместе с ливнем в Урае и Кандинском районе прошел крупный град. Садоводы жалуются, что лед побил растения. Югра рассчитывает на субсидию с федерального бюджета. Деньги, необходимые для создания в школах, сел и малых городов, точек роста, такие образовательные центры естественно научного и технологического направлений появятся в рамках федерального проекта «Современная школа». На заседание окружного правительства одобрили заявку на участие в отборе претендентов на субсидию. Напомню, точки роста – это пространство, оснащенное специальным оборудованием, компьютерами, цифровыми лабораториями и так далее. При одобрении Министерства просвещения Российской Федерации нашей заявки субсидии будут направлены на создание в 2023 году 12 центров в Березовском, Белаярском, Кандинском, Нефтьюганском, Нижнемартовском, Октябрьском, Советском, Сургутском, Антумансийском районах. И в 12-24 году Олгипас, Югорск, Мегион, Урай, Радужный, Патияк, Покачи, Белаярский, Кандинский, Октябрьский, Сургутский, Атумансийский район. Югора уже в течение трех лет в соответствии с задачами нацпроекта их организует в образовательных организациях, в малых городах и в сельских поселениях. И уже порядка 100 таких точек роста открыто на базе школ. Собственно говоря, наши планы прирасти еще 24 мя в 2023-2024 году. Экономика и социальная сфера Югры достигнут цифровой зрелости. В округе внедряют программные продукты с применением технологий искусственного интеллекта. Изменения в стратегию цифровой трансформации одобрили на заседании правительства региона. Также они затронуты сферу государственного управления. Все это поможет улучшить качество жизни югорчан и условия ведения предпринимательской деятельности. Мы постарались максимально новые технологии, это и искусственный интеллект, нейронные сети, включить в наибольшее количество наших проектов, которыми мы занимаемся. Это и в госуправление, и в создание информационных систем и сервисов для граждан. Большой блок информационной безопасности. Заместитель министра цифрового развития Российской Федерации Олег Качанов. То есть он предложил ряд направлений для нашего региона, чтобы мы вошли в число пилотных регионов по реализации федеральных проектов. То есть, например, эта геометрия в аэропортах тоже интересное направление. Широкополосный интернет появился на стойбище семьи Казамкиных вблизи Варьогана. Супруги занимаются развитием этнотуризма в Нижневартовском районе. К ним часто приезжают погостить со всей страны, поэтому хороший интернет и мобильная связь привлечет еще больше туристов. Специалисты установили оборудование для приема сигнала связи, предоставили ноутбук. Теперь коренные жители, не покидая дом, могут дистанционно оформить документы, пройти образовательные курсы или пообщаться с родственниками. Напомню, проект «Айти-стойбище» реализуется в округе с 2019 года. За это время доступ к интернету и телефонной связи получили больше полутора тысяч угорчан, проживающих на территории традиционного природопользования. Люди, приезжая сюда, они тоже спрашивают, иногда бывает, что есть ли у вас связь, есть ли у вас мобильная связь, в первую очередь, спрашивают, есть ли интернет. Которые приехали гости, например, они могут вести прямую трансляцию со своими родственниками, показать им, что здесь все есть. Я думаю, что это очень хорошее дело, чтобы поставили вот такую вот вышку, вот такой вот интернет. В Нижневартовске произошло массовое ДТП. Четыре автомобиля они поделили дорогу. По предварительным данным, водитель Ладер Ларгус, когда перестраивался, не предоставил преимущества в движении Ладе Приоре. Впоследствии две иномарки догнали отечественные автомобили. В итоге водитель одной из иномарок, а также водитель и пассажир Приоры получили травмы. Всего за прошедшие сутки зарегистрировали три ДТП, в которых пять человек получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали в состоянии опьянения шесть автолюбителей. Двоих повторно остановили под шофе. За выезд на полосу встречного движения привлечено 53 водителя и 68 за нарушение правил перевозки детей. Туристы остались без денег и отдыха. В Югре установили факт мошенничества на 7,5 миллионов рублей. Но ущерб может оказаться больше, ведь еще не все пострадавшие выявлены. Следователи Сургута ведут производство по делу туристической фирмы, которая обманула десятки человек. Возбуждено уголовное дело. Напомню, в полицию с заявлением обратились жители города, которые заплатили туроператору за путевку, но так и не смогли отправиться в отпуск. Индивидуальный предприниматель на рынке работал давно и раньше у туристов проблем не возникало. Но в этом году бизнес леди брала деньги, но не бронировала отели. После обращения граждан муж владелицы агентства создал группу в мессенджере под названием «Пострадавшие туристы», в которой сейчас больше 200 человек. Расследование продолжается. Сотрудников полиции есть основания полагать, что пострадавших от действий данной фирмы гораздо больше. В связи с чем мы обращаемся к гражданам пострадавшим, обратиться в следственное управление УМВД России по городу Сургуту, чтобы уже собрать всех пострадавших, грубо говоря, и до конца расследовать и отправить в суд. Вместо 5000 рублей на рекламу 10 югорским предпринимателям предлагают удвоить бюджет на продвижение в популярной соцсети. Минэкономразвития России совместно ВКонтакте запустила программу поддержки начинающих предпринимателей. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо внести на счет специального рекламного кабинета 3001 рубль или 5001 рубль. После этого придет промокод на такую же сумму бонусами. Эти деньги бизнесмен может использовать на закупку рекламы, на создание публичной страницы или подключить различные приложения. Также активировать готовый полноценный магазин с каталогом, оплатой и доставкой. Услугой могут воспользоваться те, кто еще ни разу не запускал продвижение в соцсети или делал это более полугода назад. Нацелен в первую очередь на новых пользователей и на новые кабинеты. Обо всех нюансах можно уточнить у менеджеров в фонде. Связаться у нас есть на сайте, где можно ставить заявку, с вами свяжутся и помогут оформить все правильно. Для того, чтобы тот промокод, который по акции действует на федеральном уровне заключенное соглашение, чтобы он сработал. Жители трех городов Югры могут познакомиться с товарами местных производителей в одном месте. И речь сейчас не о ярмарках выходного дня или выставках предпринимателей, а о магазине, который был создан специально, чтобы поддерживать продукцию, сделанную в Югре. Регина Гауфы продолжит. Тушенка и колбаса из оленины, варенье и соленье из дикоросов, мармелад с ягелем и даже кедровое масло. А также большой выбор полуфабрикатов, копченой рыбы и молочки. В этом магазине можно воочию увидеть ассортимент югорских товаропроизводителей. Все в одном месте. Магазин «Агромаркет» и создавался для того, чтобы помочь фермерам Югры реализовывать продукцию за пределами своих муниципальных образований. На его открытие пошли средства окружного гранта. Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Агромаркет» «Гермакагра» был основан по инициативе сельскостоваропроизводителей автономного округа в 2017 году. У нас три магазина. У нас первый магазин был открыт в октябре 2018 году. Город Ханты-Мансиск. В мае 2019 года город Нижневартовск. И июнь город Сургут. На момент открытия первого магазина в столице Югры в торговой точке было порядка 20-25 поставщиков. Когда магазин открывали в Нижневартовске, с «Агромаркетом» работали уже около 45 товаропроизводителей. Сегодня же партнеров более 60. Причем число это продолжает увеличиваться ежемесячно. Среди последних новых поставщиков микрозелень и рыбные полуфабрикаты из Ханты-Мансиска. У нас вообще в магазине, что можно как для стола приобрести продукцию, так же и для подарков. Партиями небольшими заказываем, но у нас они частые, чтобы у нас всегда была свежая продукция. Поэтому мы работаем в такой специфике. «Агромаркет» работает практически со всеми местными производителями. И с крупными, и с мелкими фирмами. Главное условие – продукция должна быть сертифицирована. «Агромаркет» преследует глобальную цель – познакомить угорчан с местными товаропроизводителями и доказать, что в округе есть своя вкусная и качественная продукция. Под брендом «Сделано в Югре». Регина Гауф и Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. В «Югре» определяют лучшего в строительной отрасли в стране. Старт финалу второго всероссийского конкурса управленцев дали сегодня в Ханты-Мансийске. События приурочили ко Дню строителя. В финал попали 200 человек из разных уголков России, а победителей будет 30. Их определят в течение нескольких конкурсных дней. Тех, кто проявит свои лидерские качества, внесут в кадровый резерв России. Кроме того, они пройдут дополнительное обучение с опытными наставниками. В церемонии открытия приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона подчеркнула, что конкурс поможет привлечь в строительную отрасль округа еще больше профессиональных кадров, ведь для них есть все условия для развития. Наш регион по оценкам независимых рейтинговых, рейтинговым оценкам входит в пятерку лидеров по социально-экономическому развитию, автоматическое, первое место в рейтинге по устойчивому развитию. Если говорить о деле для строителей, то это под миллион квадратных метров жилья ежегодно. В прошлом году 23 объекта социального назначения были введены в эксплуатацию. Когда в регионе такие люди, и с такой душой они делают свою работу, то, конечно, это как раз то место, где должны находиться строители, профессиональные, управленцы строить свои города, дома, развивать нашу страну, добиваться успеха. В Белом Яру отремонтировали новую дорогу. Ее сделали в прошлом году, чтобы обеспечить проезд к еще строящимся микрорайонам. Но новоселы недолго смогли ею пользоваться. Весной, когда снег растаял, асфальт в прямом смысле слова сел в лужу. Дорогу пришлось перекрыть. Изначально ее строительство обошлось в 480 миллионов рублей. Ремонт подрядчику пришлось делать по гарантийным обязательствам за свои средства. Срок поставили до 20 июля, но окончательно завершить реконструкцию удалось только сейчас. Места просадки, а их на новой дороге нашли более десятка, восстановили. Осталось еще устранить небольшие недочеты, на которые обратили внимание во время общественной приемки. Дорога должна быть качественной. Ведь нагрузка на нее постоянно увеличивается. Она находится в перспективном районе застройки. До конца года здесь намерены сдать еще 26 тысяч квадратных метров жилья. Обстановлено с тротуаром, с остановкой с Бордео. Ну, как и обещали, сделали немножко попозже. Лучше там задержаться ненадолго, но сделать качественно. Сотни метров дорог строят в Нягоне, причем с опережением графика. Новые заасфальтированные участки соединят улицы 20 лет Нягоне и Ермака. Этого жители частного сектора, седьмого микрорайона, ждали несколько лет. Муниципальный контракт на дороге заключили в прошлом году. Он рассчитан на пять лет, но заказчики отмечают, возможно, 2023 год станет завершающим. По проекту проложат полотно шириной 8,6 метров, сделают просторные тротуары, запустят ливневку, благоустроят территорию и установят дорожные знаки. Общая протяженность новых магистралей чуть более километра. На строительство запланировано направить 92 миллиона рублей. В этом году в рамках контракта подрядная организация выполнит строительство ливневой канализации, дождеприемные колодцы с подключением существующих сетей, строительство тротуара по асфальтобетонным покрытиям. И все. Выполнили отсыпку песком, но это уже говорит, что дорожное полотно уже поддерживается, держится более-менее, чем было раньше по глиняному основанию ездить. Воду в Нижневартовске теперь будут обеззараживать ультрафиолетом. Нижневартовские коммунальные системы завершили строительство современного комплекса, который повысит качество воды по микробиологическим показателям, а также позволит уйти от использования хлора. Источник воды в Нижневартовске поверхностный река Вах. Как и в других водоемах региона, вода там по основным химическим показателям сложная для очистки, поэтому и требуется введение новых современных способов обеззараживания. Работать ультрафиолет будет в тандеме с другим реагентом – гипохлоритом натрия. Это как раз тот результат, который сделал консессионер в части того, чтобы обеспечить качественную очистку воды. И ультрафиолет – это один из способов, который применяется в мировой практике и, соответственно, в текущей деятельности в целом по России. И, как уже было сказано, город Нижневартовск практически один из лидеров применения таких высокотехнологичных разработок в части обеспечения качества питьевой воды. В рамках инвестиционного проекта затрачено 134 миллиона на данный объект по конституционному соглашению. Мы его исполнили. Исполнили с опережением сроков. У нас еще будет один объект здесь вводиться. Он начнет проектироваться с конца 2022 года. И выйдем ориентировочно на конец 2023-2024 год и его будем выводить. Это станция гипохлорита натрия, которая позволит полностью, 100% уйти от хлора. Ко дню округа жители региона увидят первую выставку из обновленного фонда Государственного художественного музея Югры. Напомню, совсем недавно известный коллекционер передал музею более 12 тысяч произведений искусства. Такое пополнение произошло благодаря трехстороннему соглашению между правительством округа, Министерством культуры России и самим меценатом. В коллекции произведения именитых скульпторов и художников Ильи Глазунова, Петра Кончаловского, Юрия Львова. Сейчас музейные работники проводят опись всех предметов искусства. Коллекция очень разнообразная, как есть скульптура из бронзы. Один из памятников будет Гоголя стоять здесь у нас в Хантаматийске. Остальные мы сейчас будем проводить атрибуцию, описывать и в дальнейшем носить свои фонды. Там есть и предметы живописи, и фарфор. Огромное-огромное количество. И с первой уже выставкой мы планируем познакомить наших югорчан и всех гостей нашего региона 10 декабря текущего года. Культурно-образовательная поездка Россотрудничества продолжается. Юные соотечественники, приехавшие в Югру из разных государств, гостят в Ханты-Мансийске, а затем появятся в Сургуте. В столицу округа ребята возложили цветы к мемориалу славы в Парке Победы, а также посетили картинные галереи. Подробнее расскажет Елизавета Гутовская. Помнят и гордятся. Символы Великой Победы находят отклик в душе детей. В семьях наших соотечественников есть свои истории о ветеранах, блокадниках и труженьках тыла. Стоя у мемориала славы, ни один из них не остался равнодушным. Когда мы начали идти, как-то песня такая грустная пела. И мне в голову очень много тоже пришло. У меня бабушка умерла тоже 20 лет назад. Я сама тоже родилась в Ленинграде. История неотделима от искусства. Одним из пунктов культурно-образовательной программы «Здравствуй, Россия!» стал Государственный художественный музей, где гостям рассказали об известных полотнах и даже запахах картин. На самом деле это немножко такое вдохновение, чтобы намного хорошо изучать Россию и русский язык. Многие гости хорошо говорят по-русски. Например, в армянских государственных школах русский язык изучают со второго класса. В некоторых даже на углубленном уровне. Русский язык, он востребован, потому что, во-первых, очень много армян имеют связи с Россией, выезжают туда, допустим, на заработки или к своим родственникам, или просто как туристы. К слову о впечатлениях ребят от поездки. Юным соотечественникам северные красоты пришлись по душе. Видимо, поэтому подростки буквально на каждом шагу делали селфи. В игре очень нравится. Мы уже очень много увидели. Мы были на арене. Мы сейчас были на лодке, на рейсе, на юртыше, на обе. Мы очень много делаем и все очень отлично. Далее ребята отправятся в Сургут, где их тоже ожидает насыщенная программа знакомства с городом. Елизавета Гутовская, телерадиокомпания «Югра». Что еще активно обсуждают югорчане в интернете в нашей традиционной рубрике? Югурский бренд одежды будет продаваться по всей стране. Команда сургутского альманаха «Улиц Холод» выиграла грант в 440 тысяч рублей на молодежном форуме «Утро». Авторы проекта планируют создавать одежду для молодежи, причастной к различным субкультурам. Им в этом помогут художники-тату-мастера. Производство наладят на базе культурно-спортивного кластера «Спортзавод». Первые образцы будут готовы в октябре, а презентация запланирована на декабрь этого года. После налаживания производства одежду направят в креативное пространство Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны. Отмечу, 10% от прибыли предприниматели хотят направить в благотворительный фонд. Почти 300 жителей Югры подали заявление на включение в реестр коренных малочисленных народов России. Именно столько обращений поступило в окружной многофункциональный центр в июле. Всего за последний год на подтверждение статуса представителя коренных малочисленных народов Севера заявились 17 тысяч югорчан. Это позволит гражданам при подаче документов для получения мер господдержки не доказывать больше свою национальную принадлежность. Подготовка к отопительному сезону в Югре завершается. Тепло в социальные объекты подадут 1 сентября. Жилые дома подключат к системе теплоснабжения при условии, что более пяти дней среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже 8 градусов. В настоящее время в городах и поселках Югры продолжается ремонт коммунальных сетей. Эти работы выполнены на 70%. Всего обновили около 80 ветхих трубопроводов. Также сформирован неснижаемый запас материально-технических средств, которые создавали с учетом импортозамещения. Мужская сборная Югры по волейболу с поражения начала выступление на спартакиаде сильнейших. Накануне в Новосибирске дали старт первому турниру. Там выступают команды, которые путем жеребьевки попали в группу «Б». Группа «А» играет в Казани. Соперниками у нашей команды будут сборные Новосибирской, Ленинградской и Кемеровской областей. Первый матч на турнире для подопечных Валерия Песковского не увенчался успехом. Обидчиком стала команда из Кемеровской области. Югорчане взяли верх лишь в одной партии, остальные три остались за соперником. Итоговый счет 1-3. Отметим, что в состав окружной команды вошли воспитанники Нижневартовской школы волейбола. Сегодня нашим соперником будет сборная Ленинградской области. Хоккейная Югра потерпела разгромное поражение Тароса. Накануне в Ольметьевске дали старт предсезонному турниру среди команд нефтяных городов. Югорчане уже в первом периоде получили четыре безответные шайбы. Надежду команде на успех подарил Владислав Шутов. Он с передачи Сергея Голоднюка размочил счет, но на большее подопечных Эдуарда Занковца не хватило. Хоккейсты Тароса, в свою очередь, забросили еще две шайбы. Итоговый счет 6-1. После игры команды провели серию буллитов, но там разошлись миром 1-1. Сегодня югорчане сыграют с нефтянником. Следить за новостями можно в Телеграме и ВКонтакте. На этом пока все. В студии был Дмитрий Ярошенко. Будьте в форме и не сходите с дистанции. До встречи на телеканале «Игра».